Почему мы готовы приехать в Фершампенуаз? Очевидно! Уже неоднократно говорилось, что в городе, устремленном в спортивное будущее, аренда спортзалов вызывает обратный результат. Я, конечно, понимаю желание заработать, но при чем тут спорт? Спорт – это наше будущее. И вы знаете, в будущее надо вкладывать деньги, а не забирать их оттуда. И поэтому мы в Фершампенуазе, столице Нагайбагского района. Здесь как-то проще, но все не просто так. Не все. И вот пока в ряду мелких суппликаторов темы-то нет, но тема другая говорит о главном. Чтобы достичь первого дана, стремление нужно и отвага. Сегодня мы сдаем с вами экзамены. У нас снова есть выпускники, много, 9 человек. Для кого-то этот год был трудным достаточно. Ну, для белых поясов пришли, ничего не знаю, новые правила, новые обязанности. Ну, а для коричневых поясов, кандидатов на первый дан, определенная ответственность большая. Но тем не менее, все и белые, и черные, и коричневые, и выцветные сегодня должны показать, чему вы научились за этот год. Как лучше стала ваша техника. Да, это, конечно, прикольно. Но спросите, как и с какой скоростью вы сможете противостоять четырем кренделям, наносящим вам удары и кулаками, и палками? Да, это сложно. Да, это сложно. И не один год, а практически 10 лет вам на это понадобится. А вы что думали? Кубики на животе сразу вылазят? А нет. 5 лет упорных тренировок. 5 лет. И вашими кубиками вы будете гордиться. Но не надо забывать о правильной диете. Иначе ваши кубики просто зарастут. Вот тут то же самое. И если честно, здесь нужен грамотный педагог. Опытный, с крутыми данными. Потому что первый дан – это здорово. Но данные дальнейшие – это совершенно другие дела. Мне больше нравится, когда один сможет уложить четверых. Такие вещи случаются и в нашей, к сожалению, бывшей стране. Мне крайне не понравился один закавказский народ. И то, что они сделали с пилотом, нравится еще меньше. Толпой на одного. Стыдно до безумия. К слову о росте. Уж поверьте мне, большой человек больно падает, когда лезет на классного специалиста. Вот здесь и делают классных специалистов. Только делают их годами. Все такое, как и занятия единоборствами, делают изумительного человека. Он сам не полезет в драку. Но если драка внезапно настанет, я бы знал, кто победит. К сожалению, мой принцип основан на штуках более мелкого калибра с лучшей отдачей. Но их просто с собой в этом государстве не пронесешь. Нет, такого нет. Да и нас мало таких, изумительно стреляющих. Но перед тем, как научить перца, лучше и правильнее дать ему первый дан, а может и второй. Но мы говорим о первом. Здесь его и получили более 10 человек. И вот они теперь знают лучшие правила. Правила боя с использованием своего натренированного тела. Вы сдавали экзамены по карате дюцу. Но в вашем аттестате указаны 5 дисциплин, которые вы проходили, изучали в нашей школе. Это карате дюцу, боевое карате. Карате, все так, ант, традиционное. У вас дипломы по первому тюцу. Бо дюцу 6. Хан бо дюцу и нунчаку. 5 дисциплин. Вышеупомянутому лицу настоящим присваивается ранг степени шоа дам. Карате дюцу в связи со значительным прогрессом, достигнутым благодаря прилежному изучению искусства. Награждается ткач Маргарита и памятная медаль нашей школы. Спасибо.